ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Министерство внутренних дел заявило, что в новом году продолжит бороться за наведение порядка на дорогах Ведомство намекнуло на то, что может появиться закон о более строгом наказании за несколько одинаковых нарушений ПДД подряд Эксперты предполагают, что речь идет о лишении прав после трех грубых нарушений Законопроект уже принят в первом чтении ТРАССА СТО ОДИН Правительство России ужесточило правила пожарной безопасности Причем тут автомобилисты, а при том, что им, то есть нам, запретили выбрасывать на дорогу окурки Какое наказание будет грозить нарушителям и когда норма вступит в силу, пока неизвестно Непонятно и то, кто будет следить за ее соблюдением Кстати, выбрасывание окурков, кем бы то ни было, в Кирове давным-давном запрещено правилами внешнего благоустройства ТРАССА СТО ОДИН Десять тысяч сотрудников ГИБДД попали под сокращением Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в последний день 2017 года Как сообщает газета РУ, увольнения пройдут во всех регионах страны Это не коснется инспекторов, которые принимают экзамены у выпускников автошкол и регистрируют транспорт Желающие продолжить службу смогут перевестись в другие подразделения МВД Автоваз с 1 января все-таки поднял цены на свою продукцию Хотя ранее обещал не привязывать подорожание к новому году В среднем стоимость машин выросла на 2-3% Так, Лада Веста стоит теперь минимум 569 900 рублей плюс 15 тысяч Такая же прибавка у X-Ray 614 900 Новая начальная цена Лада Гранта 399 900 рублей плюс 10 тысяч ТРАССА СТО ОДИН Норвегия может оказаться первой в мире страной, полностью отказавшейся от машин с двигателем внутреннего загорания Последние по итогам продаж в 2017 году оказались в меньшинстве Впереди электрокары и гибридные авто Среди первых наибольшим спросом у норвежцев пользовались Volkswagen Golf и BMW i3 Среди вторых Toyota RAV4 На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин